Глава пятнадцатая Кришна со своим старшим братом Баларамой достигли возраста Пауганда от пяти до десяти лет. В это время старшие пастухи, посоветовавшись, решили поручить мальчикам, уже достигшим шестилетнего возраста, пасти коров. Когда Кришна и Баларамы выгоняли коров на пастбище, они проходили по земле Вриндавана, освещая ее следами своих лотосных стоп. Однажды Кришна в сопровождении Баларамы и других пастушков, погоняя коров и играя на флейте, вошел в лес Вриндавана, который был полон цветов, плодов и сочной травы. Кришна увидел деревья, украшенные молодыми побегами и гнущиеся к земле под тяжестью плодов. Они как будто приветствовали его, касаясь его лотосных стоп. Довольный поведением деревьев, плодов и цветов, Кришна улыбнулся, понимая, чего они хотят. Он обратился к своему старшему брату Балараме с такими словами. Дорогой брат, ты старший среди нас, и к твоим лотосным стопам склоняются полубоги. Посмотри, эти деревья, сгибающиеся под тяжестью плодов и цветов, тоже склонились к твоим стопам. Кажется, будто они пытаются вырваться из тьмы, обрекшие их на существование в телах деревьев. Деревья, выросшие на земле Вриндавана, — это необычные живые существа. В прошлой жизни они придерживались философии имперсонализма и потому сейчас обречены на неподвижное существование. И вот теперь они получили возможность увидеть тебя во Вриндаване и молят тебя побыть рядом с ними, чтобы они снова вернулись на духовный путь. Обычно тела деревьев получают те живые существа, которые находятся в гуне тьмы. Философы имперсоналисты тоже находятся во тьме, но могут избежать ее, в полной мере воспользовавшись твоим присутствием. «Я думаю, что шмели, жужжащие вокруг тебя, в прошлой жизни были твоими преданными. Они не хотят расставаться с тобой, потому что на свете не найти лучшего, более любящего господина, чем ты. Ты Всевышний, изначальная личность Бога, и шмели своим жужжанием неустанно поют тебе хвалу. Я думаю, некоторые из них в прошлом были великими мудрецами, твоими преданными, и сейчас скрываются в облике шмели, ибо не хотят расставаться с тобой ни на минуту. «Дорогой брат, ты — верховный почитаемый Бог. Посмотри, в каком самозабвении танцуют перед тобой павлины. Лани ведут себя в точности, как гопи, и приветствуют тебя с такой же любовью. Кукушки, живущие в этом лесу, тоже приветствуют тебя радостным нежным пением, ибо считают твое появление в их обители в высшей степени благотворным. Даже находясь в облике деревьев и животных, эти обитатели Вриндавана прославляют тебя. Они готовы от всего сердца приветствовать тебя, как одна великая душа приветствует другую. И земля эта безмерно благочестива и удачлива, потому что ее украшают следы твоих лотосных стоп. Для обитателей Вриндавана вполне естественно оказывать подобный прием такой великой душе, как ты. Травы, лианы и другие растения тоже радуются возможности коснуться твоих лотосных стоп. Когда ты трогаешь молодые веточки, это великая удача для них. Холмам и рекам тоже повезло, потому что они удостоились твоего взгляда. Но больше всех повезло девушкам в Раджа, гопи. Привлеченные их красотой, ты обнимаешь их своими сильными руками. Так Господь Кришна и Баларама с великой радостью общались с обитателями Вриндавана, когда пасли коров и телят на берегу Емоны. Иногда их сопровождали и другие пастушки, их друзья. Когда они шли рядом с Кришной и Баларамой, украшенными гирляндами из лесных цветов, они пели, подражая жужжанию шмелей. По дороге пастушки издавали звуки, похожие на курлыканье лебедей на озерах, и когда видели танцующих павлинов, передразнивали их, чтобы позабавить Кришну. Кришна тоже двигал шеи, как павлин, и смешил этим своих товарищей. У каждой из коров, которых пас Кришна, было свое имя, и Кришна с любовью окликал их. Услышав голос Кришны, коровы немедленно отвечали ему мычанием, и пастушки всем сердцем радовались этой перекличке. Они подражали голосам птиц, особенно чекор, павлинов, кукушек и барадваджи. Когда Кришна, Баларама и другие пастушки видели какого-нибудь убегающего зверька, напуганного, рычая ним льва или тигра, они, передразнивая его, бежали вслед за ним. Почувствовав усталость, они садились, и Баларама клал голову на колени одного из мальчиков, чтобы отдохнуть. Тогда Кришна подходил и начинал растирать ему ноги, или делал веер из пальмовых листьев и обмахивал Балараму, чтобы прогнать его усталость. Пока Баларама отдыхал, пастушки пели и танцевали, или же боролись между собой, или прыгали. Порой, когда мальчики так забавлялись, Кришна вдруг присоединялся к ним и брал их за руки. Он с удовольствием играл с ними, смеялся и расхваливал их. Устав, он ложился под раскидистым деревом и клал голову на его корни или на колени кому-нибудь из пастушков. Когда он так лежал, используя корни, дерево или колени друга вместо подушки, кто-то из мальчиков принимался растирать ему ноги, а кто-то другой обмахивал его веером из листьев. Те, кто умел лучше всех петь, заводили нежными голосами песни, чтобы развлечь Кришну. Так его усталость быстро проходила. Верховный Господь Кришна, чрез стопы лелеет сама богиня процветания, играл с маленькими пастушками как равный, используя свою внутреннюю энергию для того, чтобы в точности походить на деревенского мальчика. Но хотя он оказался простым деревенским мальчиком, были случаи, когда он действовал как бог, верховная личность. Бывает, что какой-то человек выдает себя за бога и обманывает нескушенных людей, но такой человек может только мошенничать. Он никогда не в состоянии проявить могущество бога. Однажды, когда Кришна предавался этим трансцендентным играм, являя свою внутреннюю энергию в обществе своих удачливых друзей, ему представилась еще одна возможность показать свое сверхчеловеческое божественное могущество. Однажды самые близкие друзья Кришны, Шридама, Субала и Стока Кришна, обратились к нему и Баларами с просьбой. Глядя на них с большой любовью, пастушки сказали, «Дорогой Баларама, ты очень могуч, у тебя такие сильные руки! Дорогой Кришна, а ты так ловко убиваешь зловредных демонов! Знаете ли вы, что здесь неподалеку есть большой лес Талаван? В этом лесу очень много пальм, усыпанных плодами. Некоторые из плодов уже упали, а другие, совсем зрелые, еще висят на деревьях. Этот лес — прекрасное место, но туда очень трудно попасть, потому что там живет страшный демон Дену Касура. Никто не может подойти к этим пальмам и собрать плоды. Дорогие Баларама и Кришна, демон Дену Касура, принявший облик осла, вместе с другими демонами в таком же обличии сторожит этот лес. Все они очень сильные, так что к этому лесу невозможно даже приблизиться. Любезные братья, только вы в состоянии уничтожить этих демонов. Кроме вас, никто не может войти в лес Талаван, так как все боятся за свою жизнь. Даже звери обходят его стороной, и птицы не ночуют в нем. Все они покинули этот лес, можно только издаль наслаждаться доносящимися оттуда чудесными ароматами. Кажется, что до сих пор никто и не пробовал растущих там сладких плодов, ни тех, что еще висят на деревьях, ни тех, что уже упали на землю. — Дорогой Кришна, честно говоря, нас очень привлекают ароматы этого леса. Дорогой Баларама, пойдем туда и отведаем этих плодов. Их благоухание теперь разносится повсюду. Разве ты не чувствуешь его здесь? Услышав просьбы друзей, Баларама и Кришна захотели порадовать их. Все и гурьбои они направились к лесу Талаван. Как только Баларама вошел в лес, он стал руками трясти растущие там деревья с силой, равной силе слона. Все спелые плоды тут же посыпались на землю. Услышав стук падающих плодов, демон Дену Касура, живший в этом лесу в обличии осла, просился к пришельцам, сотрясая все вокруг с такой силой, что деревья закачались, и казалось, будто началось землетрясение. Демон подбежал сначала к Балараме и легнул его в грудь с задними ногами. Баларама молча принял удар, но демон в ярости ударил его еще сильнее. На этот раз Баларама одной рукой поймал его за задние ноги, раскрутил и закинул на дерево. Демон испустил дух, еще когда Баларама раскручила его, и теперь повис на самой высокой пальме. Но тело демона было таким тяжелым, что пальма сломалась и упала на другие деревья, повалив некоторые из них. Казалось, будто по лесу проносится сильный ураганный ветер, валящий деревья одно за другим. В этом проявлении невероятной силы нет ничего удивительного, поскольку Баларама — верховный господь, известный как Ананташе Шанага, который на миллионах своих голов держит все планеты Вселенной. Он образует основу всего мироздания, как поперечная и продольная нити образует основу ткани. Когда демон был закинут на дерево, все его друзья и родственники сбежались и яростно напали на Балараму и Кришну, готовые отомстить за смерть друга. Но Кришна и Баларама точно так же хватали ослов и раскручивали их, держа за задние ноги. Так они убили их всех и забросили на верхушки пальм. Мертвые тела ослов образовали чудесную картину. Казалось, будто на деревья опустились разноцветные облака. Услышав об этом удивительном происшествии, полубоги с высших планет принялись осыпать Кришну и Балараму цветами. Ликуя, они били в барабаны и возносили молитвы, проникнутые преданностью. Через несколько дней после гибели Денукасуры люди стали приходить в лес Талаван и собирать там плоды. Туда возвратились и животные. Теперь они не боялись пастись на его лужайках с сочной травой. Слушая или рассказывая другим об этом подвиге Кришны и Баларамы, можно приумножить запас своего благочестия. Входя вместе со своими товарищами в селение Вриндаван, Кришна и Баларама играли на флейтах, а пастушки восхваляли их подвиги в лесу. Лица детей были украшены священными знаками Тилака и покрыты пылью, поднятой коровами. В волосах у Кришны красовалось павлинье перо. Кришна и Баларама играли на флейтах, и юные гопи радовались возвращению Кришны. Из-за отсутствия Кришны гопи, оставшиеся во Вриндаване, пребывали в глубокой печали. Весь день они думали о том, как Кришна гуляет в лесу или пасет коров. Когда же они видели, что он возвращается, все их тревоги испарялись. И они не могли отвести взгляд от его лица, подобно тому, как пчелы не хотят улетать от медоносного цветка лотоса. Когда Кришна входил в деревню, гопи приветствовали его смехом и улыбками, и Кришна, играя на флейте, любовался прекрасными улыбающимися лицами пастушек. Затем навстречу Кришне и Балараме выходили их любящие матери, Ешоды и Ерохини, и заботливо делали для своих дорогих сыновей все, что требовалось в это время суток. Матери прислуживали своим божественным сыновьям и одновременно благословляли их. Они купали и наряжали мальчиков. Кришну одевали в золотисто-желтые одежды, а Балараму в синие. Их украшали драгоценностями и гирляндами. Отдохнувшие от дневных трудов на пастбищах, Кришна и Баларама выглядели посвежевшими и очень красивыми. Матери подавали им разные яства и лакомства, и они с удовольствием съедали все. После еды матери укладывали их в чистые постели и начинали петь об их телах. Как только мальчики ложились, они тут же засыпали. Так Кришна и Баларама в облике пастушков наслаждались жизнью во Вриндаване. Иногда Кришна выходил на пастбище вместе со своими товарищами и Баларамой, а иногда без брата, с другими мальчиками, пас коров на берегу Емуны. Так незаметно наступило лето, и однажды, находясь на пастбище, мальчики и коровы почувствовали сильную жажду и стали пить воду из Емуны. Однако воды реки были отравлены ядом огромного змея калии. Дети и коровы тут же почувствовали действие яда. Внезапно они попадали на землю, словно мертвые. Тогда Кришна, жизнь всего живого, бросил на них свой милостивый взгляд, и все мальчики и коровы пришли в себя и стали с недоумением переглядываться. Пастушки поняли, что, выпив воды из Емуны, они умерли, и что милостивый взгляд Кришны вернул их к жизни. Так они убедились в существовании мистических способностей Кришны, которого называют йогешвары, повелителем всех йогов-мистиков. Так в книге Бхактивиданты «Кришна. Верховная Личность Бога» заканчивается глава 15-я, расправа над Денукасурой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok